Национальный банк провел работу с институтами, чьи заемщики могут пострадать от повышения ставок по кредитам. С начала апреля, напомню, кредиты с плавающей ставкой вознаграждения станут дороже из-за изменений в размере ставки рефинансирования. Даниэр Акишев заверил, что эти изменения затронут небольшую группу заемщиков. А на валютном рынке наблюдается стабильность, заявил глава финрегулятора. С начала года нацвалюта укрепилась на 6%. В обменниках американец сейчас стоит 312 тенге. На ситуацию в большей степени повлияло повышение цен на энергоносители. Бочонок эталонной марки Brent сейчас стоит 50 долларов за баррель. Продолжен следовать принципам свободного плавающего обменного курса тенге. Это обеспечит соответствие стоимости национальной валюты внутренним и внешним фундаментальным фактором. И мы считаем достаточно высокую предсказуемость динамики курса. Общая сумма резервов Национального банка и Национального фонда достигла 93 миллиардов долларов США. Оценочно это где-то 70% от вала внутреннего продукта. Сейчас регулятор обсуждает с банками второго уровня вопрос борьбы с кибератаками и инвестирования пенсионных средств. На данный момент накопления превысили 6 триллионов тенге. Только за январь этого года чистый доход от инвестирования сбережений увеличился на 11 миллиардов тенге. В дальнейшем регулятор планирует довести долю активов ЕНПФ иностранной валюте до 30% и размещать валютную часть на зарубежных рынках. Самое главное, то есть иностранная валюта, которая будет находиться, мы планируем размещать на западных финансовых рынках на тех же условиях, по тем же принципам. И соответственно, я думаю, и уровень комиссионного вознаграждения, с точки зрения, который взимает у нас, это будет происходить на тех же принципах, как мы инвестируем в национальный фонд или золотовалютные резервы Национального банка.